Всем привет! Меня зовут Вероника и я продолжаю свою серию видео, где рассказывать о декоративной косметике. Сегодня будет тема румян. Буду рассказывать именно про румяна компания Replay. Я считаю, что если вы не используете румяном макияже, то, конечно, ваше лицо теряется. Оно не приобретает того эффекта, рельефа и объемности, когда мы используем румяну. Румяна бывают компактные, румяна бывают в шариках, как и Giordani Gold, румяна бывают рассыпчатые, как сейчас, например, в серии The One for the Light, ультралегкость. Давайте поговорим, наверное, про самый популярный, это Giordani Gold. Я не знаю, за какое количество времени вообще их реально истратить до конца, от и до. Лично за свою жизнь, я в Replay с 4 лет, я не видела ни одни румяна в шариках, которые бы закончились. Чтобы закончились румяна в шариках, нужно, чтобы они упали 25 раз, все расколотились и разбежались, либо ничего не должно с ними произойти. Сейчас я уже пользуюсь почти год румянами в новом исполнении. Вообще, румяна в шариках у нас производится в Италии, их катают каждый шарик вручную. Вот, после чего проходят они термическую обработку, поэтому это ручная работа. И, знаете, да, в последнее время румяна перестали стоить такие горши, как раньше. Сейчас у нас румяна стоит, ну, хотя бы тысячу, и то, ладно. Знаете, я считаю, для такой вещи тысяча рублей, там, ну, или сколько она проходит, это не деньги. Но почему-то люди по-другому считают. Во-первых, вам румян хватит лет на цать, но если вы будете смотреть на срок годности, да, наверное, срок годности у них не на лет цать, но я пользовалась румяную, которые были уже давно-давно-давно по сроку, и ничего со мной не случилось. Вот. Поэтому румяна, по-моему, вообще не портятся. Очень классные, потому что здесь вот в данном оттенке естественное сияние, пять шариков, не нужно их выбирать, не нужно их внутрь по одной. Нужно брать широкую кисточку, лучше Джордани Бо, вы вот так вот их смешиваете, и в итоге у вас на кисточке идеальный румянец. То есть специально подобранная компьютерная графика и шарики так, чтобы при смешении получался идеальный розовый румянец. Вот. И каким образом мы наносим. Есть очень простой способ, чтобы определить, как наносить румяна. Вы просто втягиваете в себя щеки, и все, что у вас выделяется, на эти зоны вы наносите. Вообще по коррекции идеальное лицо считается овальное, и если вы подойдете к зеркалу, проведете воображаемый овал, и увидите все, что у вас выходит, в моем случае выходят нижние челюсти, скулы, на них и на носи. Вот. Но сейчас как-то на коррекцию уже давно никто не обращает внимания, все наносят на скулы, чаще всего даже на впадины, да, хотя раньше считалось, не нужно на них наносить. Вот. Но если вы будете наносить румяна даже на скулы, то все будет хорошо, и ваше лицо будет смотреться намного свежее. Вот. Есть золотое правило, наносим румяна не ближе, чем два пальца до крыла носа, иначе у вас будет перекосяк в лице, заметен очень ярко. Вот и все. В принципе, сейчас таких строгих правил не стало. Как использовать компактный румяна? Обычно. Просто берем, набираем тоже на кисточку и наносим. Хорошо растушевывайте. Кстати, когда они новые румяна, очень-очень яркие. Поэтому я первое время, если вы обратили на вот эту губку, вот так вот остатки с кисточки убирала, чтобы на лице было все-таки нормально румянец, а не красные щеки. Вот. Но нужно просто еще хорошо растушевывать, и тоже все будет хорошо. Есть сейчас рассыпчатые румяна, это в коллекции Физолайт. Кстати, очень хорошие. Я когда увидела новинку в каталоге, мне как-то она не особо понравилась, эта затея с рассыпчатыми румянами. Там такие пигменты прям такие, бух. Но на самом деле, когда я попробовала их, нормальный румяна. Пигмент не такой яркий. Если вы его будете там пальчиками или кисточкой наносить и тут же растушевывать, вообще будет нежный, нежный, нежный. Если вы, конечно, будете наносить в несколько раз, то он будет поярче. Поэтому вы сами регулируете насыщенность оттенков. Вот. Поэтому, если вы думаете купить румяна в шариках, ой, румяна рассыпчатые из коллекции Физолайт, покупайте. Очень классный, очень нежный и тоже надолго хватит, потому что там, наверное, совсем-совсем чуть-чуть. Вот. Что я хотела, наверное, рассказать про румяна в общем. Ничего сложного нет, но без румян макияж не смотрится цельным. Поэтому не забывайте. Я рекомендую всегда, конечно, приобретать румяна в шариках. Сейчас есть четыре оттенка. Самый из них ходовой и подходит абсолютно всем. Это естественное сияние. Если вы смугленькая, вы можете себе позволить бронзовое сияние. Там еще есть шоколад и жемчужная роза. Но жемчужная роза больше подойдет для цвета типа весны. Вот. Ну, а естественное сияние просто всем. И если вы за многофункциональный макияж, то берите естественное сияние. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайк. Если это так, то подписывайтесь на канал. И следите за следующими видео о декоративной косметике. Всем спасибо. Пока-пока.